Узбекистан Узбекистан расположен в самом центре Средней Азии между ее крупными реками Амударьей и Сепдарьей. На протяжении тысячелетий этот край был местом пересечения культур и богатой истории. Здесь зарождался Великий Шелковый Путь, развивались зураастризм, буддизм и ислам. Здесь сохранилось множество мечетей и дворцов, поражающих не только своими масштабами, пропорциями, но и вкусом и мастерством строивших их зодчих. Сегодня Узбекистан – современная демократическая республика с отличным сервисом и развитой туристической инфраструктурой. Города Узбекистана встречают туристов сияющими миноретами, великолепными куполами и приковывающие взгляды мозаикой. Заключительный выпуск нашей программы – про одну из туристических жемчужин Узбекистана. Бухара – это воплощение магии Востока и человеческого таланта. Древний город, который расцвел в сердце пустыни и украсил ее дворцами, куполами, миноретами. Древняя крепость Арк – один из архитектурных символов Бухары и самый старый памятник города. История Арка все еще покрыта тайной. Возраст не установлен точно, но, во всяком случае, полторы тысячи лет тому назад эта величественная крепость уже была местопребыванием правителя. Построена она усилием тысячи рабов, создававших искусственный холм вручную, безмощной техники, под палящим солнцем, много веков назад. Внешне современный Арк выглядит как большое земляное возвышение. Внутри расположен большой комплекс зданий. Восточная половина Арка в настоящее время является археологическим памятником. На Регистане Бухары сохранился единственный архитектурный ансамбль «Бола Хаус». В комплекс входит водоем «Хаус», который в средние века служил источником питьевой воды, и мечеть с миноретом – один из красивейших зданий в городе. Храм знаменит богатой отделкой фасада с традиционной восточной резьбой и стройной летящей колоннадой. В народе «Бола Хаус» называют мечетью 40 столбов, но не потому, что ошибаются в подсчетах, а из-за отражения в прозрачных водах водоема этих самых 20 колонн. По и колонн – это архитектурный ансамбль, который расположен в центре Бухары. Название места буквально переводится как «Подножие Великого». Весь комплекс состоит из четырех памятников, но самый важный памятник этого комплекса, по и колонн, конечно же, является Миноре и колонн. Минорет «Колонн» – это высокая кирпичная башня, возведенная в 1127 году. Он был построен для того, чтобы мусульманские священнослужители могли призывать верующих к молитве с его вершины. Стены Минорета украшены геометрическими узорами и религиозными текстами. Высота этого Минорета 47 метров. И я вам рассказывала еще, что у нас в Бухарее имеются памятники до монгольского нашествия, их три. Этот вот второй памятник, который сохранился до наших дней, даже монгола, даже Чингисхан его не разрушает, потому что он первый раз увидел такое высокое здание. Вот посмотрел, и его головной убор упал, и он так согнулся и взял свой головной убор и сказал, «Я первый раз кланюсь перед чем-то и перед кем-то». И это первый раз, поэтому, говорит, этого не трогайте, это мне понадобится, потому что я буду подниматься и смотреть еще лучше. Мири-Араб Медресе Учебное заведение, построенное в 1536 году. До 1920 года это Медресе было одним из лучших на территории Средней Азии. Здесь преподавали и учились многие именитые люди. После революции 1917 года Медресе было закрыто, а священнослужители репрессированы. После Второй мировой войны верующие отстояли возобновление учебной деятельности в Медресе. В декоре Медресе Мари-Араб преобладают различные каменные мозаики утонченной работы с геометрическими, растительными и каллиграфическими надписями и узорами. Декор и архитектура здания отмечены высочайшей культурой и тонким восточным вкусом. Памятник претерпел немало разрушений, но реставраторам удалось восстановить большую часть строения, вернув ему первозданный вид. Ля-Бихаус – одно из самых популярных мест Бухары. Ля-Бихаус – это от персидско-таджикского языка, переводится рядом с водоемом, где находятся три сооружения. Первый – Медресе Кукульдаш, 16 века, Медресе Нодердивамбеги, 17 века, Хонакон Нодердивамбеги, 17 века. Медресе Кукульдаш по сей день является крупнейшим духовным учебным заведением в Средней Азии. Сегодня в стенах двухэтажного медресе также расположены мастерские ремесленников и сувенирные лавки. Медресе Нодердивамбеги. Изначально здесь располагался караван-сарай, служивший местом отдыха для путешественников. Затем здание было переоборудовано под духовные учебные заведения. В оформлении медресе использованы нехарактерные для мусульман декоративные элементы – изображения птиц и животных. Хонако Диванбеги представляет собой небольшую постройку со множеством камер и маленьких комнаток, в которых жили ученики или останавливались на ночлег путешественники, паломники, а иногда и сами правители со своими семьями. Самая главная достопримечательность Хонаки – передний входной портал высотой с близлежащей колонны. Также рядом с Лябихаус расположен памятник знаменитому фольклорному персонажу Хадже Насреддину. В самом сердце заповедной части Бухары находится мечеть Могаки-Аттари – одна из первых городей, которые восходят к доисламской эпохе. В эпоху раннего Средневековья здесь также располагался древний базар мох. В 1930-х годах учеными были проведены раскопки и обнаружены остатки резного декора и фундамента периода X века. Под слоем грунта здесь был открыт южный портал мечети с уникальными голубыми орнаментами и резной майоликой. Сегодня от фасада древней мечети сохранился нижний портал в виде арки, украшенный сталактитами. Бухара – город музеев. Здесь их немало, и каждый стоит того, чтобы туда заглянуть. Музей-мастерская национальных кукол – маленький, уютный дом с уникальной коллекцией. Основатель Искандер Хакимов когда-то загорелся идеей сделать представление про узбекские традиции, и постепенно на место живых актеров пришли куклы. Когда этнографический кукольный спектакль был доведен до идеала, его создатель увлекся самой идеей создания необычных кукол, оставил работу в кукольном театре и открыл этот замечательный музей. Начало 20 века мобильная группа, музыкант, рассказчик и был играющий. Он натягивал ширму, за ширмой награды кармашки, запасли кукол, и любой момент, когда надо, персонаж менялся. Сегодня он представляет собой небольшой выставочный зал, в котором собраны самые разнообразные образы. Так же, как и люди, каждая кукла имеет свои уникальные черты лица и эмоции, особые наряды. Образы, созданные кукольным мастером Искандером, основаны на реальных людях, которых он мог увидеть в кино или новостях, и даже на улице. И именно схожесть кукол с человеческой индивидуальностью и сделала этот музей таким особенным. Бухарая известна миру не только своими мечетями, крепостью Арк и величественным миноретом Колонн, но и торговыми куполами. Под сферическим куполом сосредоточены лавки, в которых продаются ножи, украшения, музыкальные инструменты и разные сувениры. Веками здесь торговали коврами и тканями. И сегодня здесь можно купить пестрый ковер, красивый узорчатый платок или отрез бухарской ткани. Узбекистан – удивительная страна с особым восточным колоритом. Гуляя по Старой Бухаре, невозможно не заметить многочисленные ножи, кинжалы, ножнички, ручной работы. Уже по старению, короче, как нас отец уже жил, вот до сих пор мы так работаем. Вот мы делаем ножи, ножницы делаем, кинжалы делаем, все это делаем, кузнечная работа. Уже другие не работают, потому что тяжелая работа, вот поэтому работаем семейные, семейные делы у вас. Да, семейные делаем. Ну, три-четыре штуки в день вытащим ножи. А если Дамаск сделать, неделя уходит. Вот Дамаск работает, он тяжелую работу делает. Любой ножи делаем, вот иностранцам, другим, вот хочется вот ручная работа. Вот им, что интересно, что ручная работа долго уходит. Вот в магазине берет, один раз порезет, второй раз куфу. А этих вообще куфим не становится. Они на воду колются, а мы на масло колемся. Чтобы масло давать, уровень надо узнать. Если больше даем, он сломается. Поэтому уровень знаем уже, как надо делать. Водонапорная башня Шухова была построена в 1927-29 годах по проекту инженера Владимира Шухова. Изначально она использовалась по назначению, была частью городской системы водоснабжения. Позже стала служить смотровой площадкой. Возможно, из всех городов Средней Азии Бухару отличают наиболее романтическое прошлое. Она была основана в VI веке до н.э. Завоевана Александром Македонским, разрушена Чингисханом, перестроена Тимуром. Постепенно город превратился в интеллектуально-культурный центр шелкового пути. В Бухаре родились многие величайшие историки, ученые, писатели и мыслители. Вот и завершилось наше большое путешествие по солнечному Узбекистану. Древнейшие города, окутанные легендами, великолепные тысячелетние архитектурные памятники, улочки старых городов, пропитанные ароматом специй и вкуснейших узбекских блюд. Природное богатство и бескрайние просторы являются не единственным сокровищем государства. Основная ценность Узбекистана – его народ. Люди здесь очень доброжелательны, всегда рады помочь и поделиться своей культурой. Музыка нас объединяет. Никакой бы мы на национальности, культуры бы ни были, музыка – это наша психология всей жизни. Да, это культура, которая объединяет народы. И дай бог, что дружба между Таджикистаном и Узбекистаном, Россия, я как понимаю, всегда была только крепче и лучше. И мы стараемся и делаем так, чтобы все мы друг к другу не имели никаких между собой границ, только объединялись и были дружнее. Любовь! Невероятно красивые и гостеприимные. Таким мы увидели Узбекистан своими глазами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok